здравствуйте уважаемые соотечественники вчера я выходил на экстренный эфир и рассказывал о том что в англии вышло судебное решение о замораживании активов булата у тимуратова по иску бета-банка ну то есть точнее компания бета-банк потому что банка такого уже не существует сейчас подставным собственником номинальным владельцем этого банка является кинес рачев и вот банк подал иск против булата у тимуратова меня и там ряда лиц обвиняя в том что булата тимуратов якобы прятал украденные средства бета-банка вступил сговор со мной и меня буквально завалили сообщением считая что это некий фейк но сегодня компания верный капитал эта компания булата у тимуратова выступила с заявлением в котором признала что в англии существует такой иск против булата у тимуратов я хочу сейчас объяснить вам на самом деле что происходит и какие последствия глобальные теперь могут возникнуть и они возникнут не только у булата у тимуратова или карима масимова но и самого нурсултана назарбаева и большого количества приближенных которые связаны с ним деловыми интересами и имеет бизнес назарбаев и так суть иска бета-банк казахстан куть муратову ко мне и другим лицам суть заключается в следующем что приходит бета-банк казахстан в англию и говорит что никак мы не можем найти деньги мухтара блязова вы получили решение на 5 миллиардов долларов против мухтара блязова суд английский его не допустил заочно вы приняли суде английские решения что он все проиграл ну раз мухтара блязов там не защищался но деньги мы не можем его найти всего лишь там как говорит банк какие-то активы реализовали на сумму 45 миллион долларов и все какой он изощренный и хитрый и уже больше десяти лет мы не можем найти эти деньги так прибедняется банк конечно же банк знает что мухтара блязова нет никаких денег что мое имущество они захватили сам банк и другие активы которые были они просто нагло переписаны на кенеса ракешева на тимура кулебаева на хайрата сатабалды всех ближайших родственников султана назарбаева и тех людей которые обслуживают их деловые интересы вот собственно куда делись активы которые принадлежали бета-банку и лично мне они об этом прекрасно знают но в нашим властям лично султан назарбаев карим массимов нужен инструмент инструмент преследования на западе и этот инструмент они создали это якобы пострадавший бета-банк и вот якобы они все время ищут деньги мухтара блязова и начинает подтягивать в этот судебный иск моих знакомых родственников или людей сочувствующих или в принципе тех людей которые вообще не имеет никакого ко мне отношения но они обладают каким-то капиталом и эти чиновники хотят разорить таких людей ограбить забрать их активы посадить в тюрьму ну собственно таких примеров очень много преследовали моих родственников друзей знакомых преследовали правозащитников используя именно английский инструмент судебного решения ну и например в частности казахстане недавно совершенно был обвинен искандер ереметов брат боты джердемали который занимается активно правозащитной деятельностью по казахстану и за рубежом и чтобы начать оказывать на нее давление на боту джердемали решили арестовать ее брата искандера ереметова и обвинить что якобы искандер ереметов имеет со мной деловые связи якобы искит искандер ереметов получал деньги от меня конечно же никаких таких доказать им не нужно они просто рисуют фабрикуют дела обвиняют потом пытает в тюрьмах пытаются заставить человека говорить себя и потом сажают его на многие годы в тюрьму собственно вот так в тюрьму попал искандер ереметов он просидел более двух лет потерял здоровье но сумел выйти под международным давлением давлением изнутри которые оказывали наши граждане и вот сейчас вот такой вот самый пример когда этот английский инструмент подавления карим массивов решил использовать для того чтобы отобрать тельные активы уже у приближенных назарбаева то есть подается английский суд тайный запрос было именно так что пришел представитель бта банк в английский суд сказал что у тюмратов якобы скрывает денежные ресурсы мухтара блязова и что нужно принять тайное решение нужно сначала все арестовать по всему миру а затем после того как это произойдет гулату тюмратова пригласят на допрос генеральную прокуратуру в рамках уголовного дела который существует уже более десяти лет и там якобы у генеральной прокуратуры есть много материалов доказывающих вину булату тюмратова как известно дело так называемые 12 которые сфабрикованы еще в 2009 году и круг людей который вовлекается он огромный и вот собственно в эту кучу сейчас засунули булату тюмратова ну хорошо вышло английское решение а об аресте имущества денежных средств булату тюмратова теперь мы сегодня видим заявление его компании что булату тюмратов находится но султане как говорится и занимается фокусироваться на общественной работе но вообще это очень интересное заявление мы все прекрасно знаем что это уголовное дело которое возбудило прокуратура и антикоррупционные ведомства и как правило сразу человек подвергается аресту когда представитель бта банка просил тайны решения замораживания об аресте всего им имущества которое есть по всему миру у бути мральку тюмратова они это аргументировали тем что надо сначала все арестовать иначе когда мы пригласим на допрос булату тюмратов это имущество разъедется по всему миру на других владельцев поэтому надо сделать вот такое тайное решение сделали получили спрашивается а почему булату тюмратов на свободе вообще на свободе он или нет почему вместо булата у тюмратова заявили заявление делает компания верный капитал почему мы не видим булата у тюмратова на хотя бы на пресс-конференции почему мы его не видим на хабаре мы же знаем прекрасно что когда режим кого-то арестовывает или вменяет ему уголовные преступления как правило его всегда арестовывать я в таких случаях не знаю чтобы кого-то не арестовывали тем более таком страшном преступлении помощи мухтара блязу в английском судебной миске написано что он враг номер один народа казахстана и вот представляете мой помощник булату тюмратов враг помогает врагу номер один всей страны как так как это булату тюмратов входит на свободе ну уже имущество за рубежом арестовано следующий шаг прокуратура должна была пригласить его на допрос предъявить обвинение арестовать тем более что они представили доказательства на полутора тысячах страниц только в виде приложения а еще есть основной из где описывается вина булата у тюмратова с описанием транзакций разных и я вот сегодня еще раз посмотрел там даже не два два с половиной миллиарда долларов движения денежных средств описывается в этом обвинение но мы знаем нашу уголовную процессуальную кодекс и если даже если бы в нашей стране был бы гражданин другой страны например англии то генеральная прокуратура немедленно арестовала бы такого человека если бы у них были обвинения этому гражданину никто не может не смотрит граждане сша или америки человек немедленно арестовывается и действует по дальше процедура судебная казахстана но мы знаем даже что у тюмратов он не гражданин даже если бы был не гражданин казахстана все равно должен был по нашим законам быть арестован но и не арестовывается только тогда когда он является членом семейного султана назарбаева но вы знаете что у нас законе написано что назарбаев и члены его семьи не могут быть подвергнут аресту обыску никто не имеет читать его переписку все является тайной и защищено законом тогда что получается булату тимуратов родственник назарбаева то есть член семьи он что его сын ну как это так почему законы страны именно друг вокруг булату тимуратова приобретает другой оттенок почему булату муратов через свою компанию верный капитал заявляет что эти обвинения ложные факты сфабрикованы и он будет все это опровергать в английском суде странно уголовное дело возбуждено в казахстане потерпевший бы то банк казахстане именно генеральная прокуратура вместе с антикоррупционным ведомством возбудили уголовные дела у тимуратов гражданин казахстана почему он не арестован почему или он арестован а мы об этом не знаем вообще очень интересно я читал материалы дела английского суда и там написано что 2013 2015 году якобы я проводил какие-то операции кредит с висе и заполнял специальную форму номер один который показывала что я собственник этой компании каток которая оперировала разными крупными суммами денежных средств при этом там такая фраза существует что на тот момент я находился на юге франции ну да я находился на юге франции 2014 2015 году но в тюрьме вот такой маленький такой нюансик не написан был в этом деле так вот сегодня вышло заявление что булат у тимуратов на данный момент находится на султане и концентрируется на общественной деятельности это как можно понять что на самом деле булат у тимуратов находится в тюрьме общественная его деятельность заключается в том что он с красной повязкой ходит и разносит еду заключенным как это можно понять почему мы не видим его интервью по телевидению по хабару например почему мы его не видим на пресс-конференции почему прокуратура не заявляет что в рамках уголовного дела он арестован очень много вопросов которые я задаю и я так понимаю что они должны быть заданы силовым структурам генеральной прокуратуре и я еще раз хочу сказать представьте себе что какой-то кинес ракишев какой-то именно он вообще никто он взять единственного тасмагометова он наверно там деловой партнер племянника назарбаева кайратса табалды но это вот извините вот такое понятие как шестерка которого использует это политическая верхушка чтобы он изображал что он бизнесмен и собственник вы когда-нибудь слышали чтобы он создал бизнес из нуля в казахстане что он поднимался с нуля нет он просто был использован этой политической верхушкой чтобы он изображал что он крутой бизнесмен списке forbes и чтобы на него можно было повесить украден актив какой-либо у страны семьей назарбаева вот собственно его роль и вот представьте что этот человек номинал быта банка собственник якобы подает иск против кого против булата назарбаева вот извините против булату тимуратова кошелька но султана назарбаева в этом иске так и написано что он реально держит собственно себе но султана назарбаева то есть кошелек но султана назарбаева я не случайно сегодня сказал что этот человек бессмертный он может нападать на ближайшего сподвижника назарбаева вы же понимаете что кенес ракиш вообще ноль сам по себе если он двигается то значит за ним стоят серьезные люди а серьезные люди единственный человек который состоянии атаковать булата у тимуратова это карим массимов вот собственно сейчас теперь я хочу сказать какие возможности появляются лично у меня соответствии с английской процедуры я думаю что карим массимова никто это не объяснил она султана назарбаева тем более они мне подарили в руки сейчас большие возможности и так теперь булат на за булат у тимуратов имеет право тратить неделю 10 тысяч фунтов на жизнь не миллионы не сотни миллионов а 10 тысяч в неделю в соответствии с английским приказом все его компании не могут проводить сделки свыше пятидесяти тысяч пунктов то есть они должны любые сделки согласовывать с английским судом судьи в частности ну и соответствии с английской процедурой ну раз булат у тимуратов держал активы в мою пользу я ответчик по этому суду я имею право на этом суде допрашивать булат у тимуратова о активы которые у него есть сейчас вообще интересная ситуация получилась когда подавали иск против булат у тимуратова бта банк описал большой список активов который принадлежит булат у тимуратову ну ясно что это основная часть этих активов виде денежных средств каких-то проектов типа отеля ритс карлта на самом деле это принадлежит но султан назарбаеву мы теперь получили в руки полную информацию отчасти во всяком случае активов на миллиарды долларов которыми владеет булат у тимуратов и владеет в пользу но султана назарбаева как написано в этом иски ну спасибо карим тебе теперь я опубликую скоро огромное количество активов которые принадлежит считается булату тимуратову его дома на юге франции его отели масса других активов в стоимости миллиарды долларов наши же люди раньше хотели это услышать теперь у нас полный это перечень есть но полный перечень который подал бта банк соответственно английской процедуры я мухтар аблязов имею право допрашивать булату тимуратов о природе этих активов он должен доказывать что эти деньги действительно его на вы прекрасно знаете что очень много активов булату тимуратова скрыто держится на других партнерах а в английском приказе написано что он должен раскрыть все активы даже которым имеет косвенное отношение даже если от оформлено на подставных людях даже если у него устные договоренности он все равно должен раскрыть все свои активы и так что это значит ну например я говорю вот булат меня 2002 году арестовали посадили в тюрьму и в частности булату тимуратов вместе с назарбаевым украли мою мою часть моей бизнеса моего бизнеса который был в казахстане но например группа компаний астана motors которым я был основной владелец там значительная часть пакета акции перешла но султана назарбаеву и номинальным его представителем был булату тимуратов также например телекомпания тан когда я все делал тюрьме она тоже перешла под контроль булату тимуратова и назарбаева ну и там разные здания ну потом еще вопросы булату тимуратов должен доказать что это собственно его активы они мои и не назарбаева ну например я буду задавать вопросы каким образом чиновник который работал директором гастронома юбилейный не занимался бизнесом был чиновником пик его карьеры до того как он стал близок к назарбаеву был замминистра внешнеторговой деятельности и он был государственным чиновником каким образом он стал владельцем много миллиардного состояния например я прекрасно знаю что атф банк так называемый был продан итальянской группе компаний банков юни кредит за 2 миллиарда 100 миллионов долларов я прекрасно знаю что это этот бизнес как он мне сам лично говорил булату тимуратов наполовину принадлежит ну султану назарбаеву я прекрасно знаю что был период когда назарбаев требовал больше миллиарда долларов перечислить отдать ему на соответствующие счета я знаю что как структурировалась эта сделка и эти вопросы буду задавать в английском суде и чтобы он показал вот он получил 2 миллиарда 100 миллионов долларов и чтобы он доказывал что а вдруг я имею отношение к этой собственности чтобы он доказал что вот пришли деньги и он их разделил куда они ушли не ушли ли они к назарбаеву также есть такая компания кассын чудесным образом государственный чиновник который работал управляющими делами президента назарбаева помощником назарбаева вдруг чудесным образом стал владельцем предприятия кассын рыночную стоимость которого минимум 6 миллиардов долларов как чиновник государственный чиновник нарушая закон о том что он как чиновник не имеет права заниматься бизнесом неожиданно стал владельцем крупнейшего состояния промышленных предприятий где работало около 70 тысяч человек и который приносил доход группе порядка 700 800 миллион долларов в год как он стал владельцем на основании чего он должен доказать что это его заработанная собственность без нарушений законов потому что сейчас иск подан в англию но судья должен судить по законодательству казахстана а по законодательству казахстана он не имел права заниматься предпринимательской деятельностью ну и еще вопросы мы знаем что васильковский гог так называемый очень крупное месторождение золото около 300 тонн одно из крупнейших в мире тоже попала каким-то образом булату у тимуратову на самом деле назарбаеву и опять же я буду задавать вопросы ну-ка булат расскажи каким образом васильковское месторождение золото вдруг попала в твои руки где генеральным директором работал его сын старший сын ну и таких вопросов можно много задать каким образом был приобретен отель сеть отелей по миру вене москве рисканфон и других странах я их знаю и более того если он соврет не расскажет правду он будет арестован минимум на 24 месяца по английскому законодательству будет посажен в английскую тюрьму все те кто ему помогает скрывать активы из говорить правду тоже попадут в тюрьму и харь их имущество будет арестовано и может быть конфисковано но представляете как много я знаю я знаю его партнеров я знаю его сделки я знаю очень много если не почти все а его крупных сделках и вот теперь что называется спасибо карим кошелек назарбаева попадает в английский суд попадает туда где у меня есть возможность эти вопросы задавать это будет все публично весь мир будет знать что это действительно кошелек но султана назарбаева одним словом карим просто своими действиями раскрывает карманы булата у тимуратова ставит под угрозу что он не может врать а он не сможет врать достаточно ему на миллиметр собрать я сразу подтяну других свидетелей которые тоже имеют какие-то активы в англии и они будут вынуждены говорить правду потому что если они соврут они автоматически попадают в тюрьму список этих людей широкие я их очень хорошо знаю так что я хотел поблагодарить карима масимова за прекрасную возможность в английском суде поучаствовать более того что это дает мне еще дополнительно вот представьте себе что когда казахский банк мой банк бывший по поручению назарбаева сконструировал фальшивые иски в лондоне у них работали куча лоббистов бывший пример министр англии тони блэр его старший брат уильям блэр именно он принимал решение об аресте моих активов он эти решения принял потом слинял передал дело другому судье он сделал самое тяжелое решение которое парализовало мне меня мою возможность сопротивляться управлять активами он они самый сильный удар именно уильям блэр старший брат тони блэр а тони блэр консультант нурсултан назарбаев который на этом заработал минимум 50 миллион долларов он потом принес извинения что вот он сожалеет что он консультировал диктатора нурсултана назарбаева но деньги того не вернул в стране деньги то он съел вот собственно вот такие лоббисты организовали разного роза рода атаки на меня и добились того что я не мог осуществлять защиту в английском судопроизводстве ну а теперь теперь генеральная прокуратура получит подтверждение от банков что те обвинения которые сейчас выдвигается против у тимиратова и меня они сфабрикованы генеральной прокуратурой агентством по коррупции они сфабрикованы и в этом заинтересован чтобы это доказать сам блат у тимурат а вообще тут удивительная вещь вчерашние противники сошлись в одном месте мне не жалко не карима не булату тимуратова они сами меня втянули английский процесс эту систему они использовали как водоворот воронку и затягивали близких мне людей и в этот водоворот они забросили блата у тимуратова браво теперь у меня появляется возможность сказать следующее что посмотрите генеральная прокуратура казахстана фабрикует уголовные дела фабрикует факты генеральная прокуратура вчера вам говорила что дорога назарбаева шикарный бизнесмен очень умная талантливая что она вот заработала сотни миллионов фунтов и купила недвижимость потому что она талантливый бизнесмен вся страна смеялась по поводу того что дорога назарбаева бизнесмен но это же прошло потому что генеральная прокуратура казахстана дала такие показания в английском суде и был снят арест с имущества дороги они теперь обосновались в англии они прикрыты судебной системой вот представляете что какой удар нанес карим по назарбаеву его окружению и близким бизнесменам как здорово он хотел ударить по путем ратова и по мне он хотел уничтожить политического противника моем лице режима он хотел отобрать активы булату тимуратова подвесить на крючок нурсултана назарбаева потому что самом низкие говорится что коррупционер нурсултан назарбаев а булат у тимуратов его кошелек если говорить простыми словами и вот когда они вот такой иск состряпали что называется попались в ловушку сами теперь у меня появляется возможность аргументировать что бы то банк выставляет фальшивые иски пользуются фальшивыми свидетелями подделами документами а подделка очень быстро будет доказано я знаю что на этой неделе ряда западных сми all street journal частности опубликует статьи опубликует негативные потому что их так подготовили им так подали материалы информацию и отлично отлично у нас появляется возможность теперь все это раскрыть и вот представляете западная пресса убедившись и увидев как нагло режим назарбаева в лице генеральной прокуратуры фабрикует дела фабрикует искусственно платежные документы подделывает документы западных банков представляете какой будет скандал браво карим браво я просто очень сильно радуюсь в эти последние два дня думаю ну надо же такую ловушку построил сам не попался не сам попался на султан назарбаев потому что он крадет миллиарды долларов и многие у меня спрашивает обещайте его активы ну здравствуйте вот первый такой капкан попал булату тимуратов собственность на миллиарды долларов мы сейчас раскроем платежные документы у меня на полутора тысяч страницах денежные транзакции я как ответчик имею право ознакомиться со всеми документами они моем распоряжении уважаемые друзья поэтому я хочу поздравить карима массимова с таким успехом он успешно нанес удар но султану назарбаеву правда он будет говорить что ну вот нам дали эти материалы это не имеет значения у меня спрашивает чем все это закончится ну по идее если бы я так не выступал если я сейчас не бывалил бы эти доказательства я их буду вываливать ну тогда бы назарбаев сказал ну булат ладно тут карин что-то ему факты фальшивые принесли ошибся все забыли отравняли уже не получится уже не получится джин выпущен из бутылки поэтому уважаемые друзья надо радоваться что есть решение английского суда об аресте активов булату тимуратова и надо задавать вопросы но султану назарбаеву такая его кариму массимову генеральным прокурору сказать следующее а как же так есть казахстане уголовные дела по обвинению хищение миллиардов долларов между прочим хищение кем булатом у тимуратовом почему он ходит на свободе первое почему если уголовные дела возбуждены в казахстане генеральной прокуратурой и коррупционным ведомством почему у тимуратов должен защищаться в англии почему англия помогла спасибо она арестовала имущество булату тимуратова за рубежом она свою задачу исполнила а почему теперь в казахстане нет процесса нет ареста булату тимуратова почему этого нет я хочу следующее сказать еще добавить вообще попытка меня привязать булату тимуратову она смешная ну и собственно как многие пытаются сказать что якобы я там играю игры с режимом ну попытайтесь поиграть и так чтобы вашу семью похитили чтобы вас пытали в тюрьмах чтобы от вас отобрали бизнес попытайтесь поиграть в такую игру что когда ты ждешь нападение в любой момент я на вас посмотрю и и вот как видите недавно аккаунт ютюбе басе там сделал предположение ссылался что якобы мухтар аблязов сейчас политически не активен что-то он притих и это связано с тем что якобы комитет национальной безопасности с ним идет какие-то переговоры и взамен якобы они планируют разблокировать счета мухтара аблязова и посредник выступает булату тимуратов ну это конечно вы сами понимаете вброс со стороны карима масимова ну и басе пожалуйста транслирует кого он транслирует версию комитет национальной безопасности а теперь смотрим кто ушел на бойкот о сдп значит это выгодно режиму и собственно они выполняют команд к нб кто еще там так называемая дпк мамой то еще там аккаунт ютюбе басе и еще ряд так называемых движений и вот они же и публикуют вот эти все вещи мусор комитет национальной безопасности все вот так раз и поляризуется становится ясно уважаемые друзья впереди предстоит борьба она безусловно закончится поражением поражением карима масимова именно на западе почему потому что это не казахстан когда они будут фабриковать любые документы средства масса информации в их руках суды выполняет их поручение можно белое сделать черный и наоборот какие бы проблемы не были на западе до существует лоббисты есть недобросовестная судебная система отдельные судьи но здесь есть возможность широко отбиваться и доказывать свою правоту что я делал много раз и именно поэтому я хожу на свободе именно поэтому существуют разные высшие судебные решения о запрете моих традиций о предоставлении политического убежища и так далее именно поэтому я продолжаю свою борьбу потому что я нахожусь на западе и умело использую эти возможности и эти возможности сейчас мной будут тоже использованы и все очень просто западные банки разные люди предприятия они просто передадут факты что все эти обвинения они сфабрикованы генеральной прокуратуры комитета национальной безопасности бта банком это произойдет очень быстро так что уважаемые друзья давайте мы поблагодарим карима масимова за то что он приближает час расплатой и развала этой коррумпированной системы но султана назарбаева я буду теперь очень подробно озвучивать публиковать активы которые находятся сейчас под арестом и буду задавать разные вопросы булату тимуратову предстоящем судебном процессе в англии до встречи в эфире